Всем привет! Выход этого внезапного видео проспонсировал канал Лепос, на котором выходит видео по игре SCP Secret Laboratory. Стой, стрелять буду. Научные сотрудники, говорящие детским голосом. Снимать ли я? Более поздорово. Абсолютно дикие ситуации. Отбитые игроки. Смотри, б***ь, граната! Какая-то тактика, которой придерживается автор канала. Отряд гетеросексуалов. Нас атакуют! Нас атакуют, б***ь! Нужна поддержка гетеросексуальных бойцов! Всё безумие, происходящее в этой игре, в одном месте. Если вам не хватало такого контента, ссылка есть в описании. SCP-823. Карнавал ужасов. Объект номер SCP-823. Класс объекта. Евклид. Особые условия содержания. SCP-823 должен находиться под охраной не менее 6 дежурных сотрудников. До тех пор, пока не будут установлены протоколы зачистки. А предполагаемый артефакт нейтрализован. Персонал охраны должен обеспечить безопасную зону в радиусе 20 метров вокруг парка любой ценой. Красная зона. Любой человек, проникающий или пытающийся проникнуть в красную зону, должен быть уничтожен снайперским огнём. Если в радиусе красной зоны персонал услышит какую-либо музыку, следует немедленно надеть защитные наушники и удалиться от SCP-823 на расстояние в 2 километра. Жёлтая зона. После чего сообщите происшествие научному персоналу фонда. После возникновения подобной нештатной ситуации, научный персонал обязан заново определить границы красной и жёлтой зоны, используя процедуру 823-1-альфа. В связи с необходимостью постоянного наблюдения за возможным шумом в SCP-823, персоналу запрещено использовать личные музыкальные проигрыватели, в том числе и радиоприёмники, за исключением необходимого оборудования. Описание. SCP-823 является заброшенным парком развлечений, расположенным в... Объект был закрыт в... После событий, приведших к гибели посетителей парка. Полный список событий включён в приложение 823-1-13. SCP-823 был изолирован сотрудниками фонда после событий, также известных как Кровавое воскресенье, когда активность парка достигла 20-летнего пика. В этот день погиб 231 посетитель парка. Семь человек получили травмы или увечья. Полный список происшествий включён в дополнение 823-1-14. И среди прочего включает в себя... Два человека, мужчина и женщина, были спаяны вместе в нескольких местах после поездки на аттракционе «Тоннель любви». Погибли. Один человек, носивший костюм «Счастливый гиппопотам», умер от удушья. Было установлено, что рот, трахеи и лёгкие были заполнены волокнистым веществом, идентичным составу костюма. Погиб. 15 человек обнаружены на аттракционе «Русские горки», обезглавленными тупым предметом. Свидетели сообщили, что смертельные случаи наступили не одновременно, а группами по двое, начиная с передних рядов вагонеток и заканчивая задними. Судебная медэкспертиза установила, что смерть каждой пары наступала на петле или в повороте аттракциона. Погибли. Один человек обнаружен под аттракционом «Русские горки» с переломом шеи и обширной черепно-мозговой травмой, вызванной падением с высоты в 50 футов 15 метров 24 сантиметра. Установлено, что человек сидел на последнем ряду вагонетки и каким-то образом сумел выбраться из ремней безопасности аттракциона и спрыгнуть вниз. Погиб. Один человек был найден расчлененным в аттракционе «Дом зеркал». Левая рука найдена в 16 футах 4 метра 8 сантиметров кверху от туловища. Левая нога была зеркально вывернута и прикреплена к потолку сухожилиями. Правая нога была найдена у субъекта 79, частично объединенная. Судебный анализ показал, что следы зубов на мышцах и костях являются человеческими. Правая рука не обнаружена. Для получения детальной информации смотрите дополнение 823-01-14. После этих событий к месту происшествия была направлена мобильно-оперативная группа РО-71 «Жабы Оригами» для оценки ситуации и организации процедур сдерживания. МОК РО-71 не смогла добраться до указанного места в связи с гибелью членов группы. Командир МОК РО-71 Причина смерти Самоубийство методом РОВНОЙ ДИВЗИР Откровывало путем силового проникновения в левую глазницу, повлекшее несовместимую с жизнью травму головного мозга. Агент Причина смерти Самоубийства Был найден в окружении разобранных боеприпасов. Вокруг тела были разбросаны гильзы и пули. При вскрытии в желудке и кишечнике обнаружено Грамм пороха Вероятно разобранных боеприпасов. Агент Причина смерти Самоубийства Был обнаружен срезанными ранами легких и переломом челюсти. Недостающие зубы были обнаружены в легких и трахеи агента. После смерти 50% членов МОК РО-71 руководство немедленно отменило операцию. Процедура сдерживания была передана под ответственность силовым структурам органов местного самоуправления. Были произведены стандартные методы информационного блокирования, включая Данные удаленные Приложение 823-01 Уничтожение зоны По приказу ОО-5 запрос на немедленное уничтожение зоны ударом с воздуха отклонен в связи с близостью зоны удара к гражданскому населению. Отсутствием правдоподобного сценария прикрытия и неизвестной природой предполагаемого артефакта. Приложение 823-2 Красная зона По состоянию на сегодняшний день SCP-823 претерпел три реорганизации, потребовавшие переразметки зон. Установленный радиус красной зоны за это время увеличился на 5%. По всей видимости, размер зоны увеличивается линейно. Запрашивается присвоению объекта класса Кетер. Приложение 823-03 Перевод в класс Кетер. Отказано на уровне О5. Причина – недостаточно оснований для реклассификации. Объект SCP-2295 Медведь с тряпичным сердцем Объект номер SCP-2295 Класс объекта безопасный Особые условия содержания SCP-2295 хранится в стандартной сейфовой ячейке в складском крыле 25 зон 37. Сотрудники с уровнем допуска 3 и выше допускаются к экспериментам с объектом после заполнения соответствующих документов. В случае, если доступ к SCP-2295 требуется на срок превышающий 24 часа, свяжитесь с куратором объекта. В настоящее время доктор Джергис. Описание SCP-2295 – мягко набивной игрушечный медведь, длиной около 46 см от головы до ног, изготовленный по технике патч-ворк и набитый смесью хлопкового и синтетического волокна. На левой стороне груди объекта имеются аппликации, в виде анатомически верного изображения сердца. На шее у SCP-2295 завязан бант. Материя и цвет лоскутов, из которых изготовлен объект, различаются. Аномальных химических свойств у какого-либо материала в составе объекта не выявлено. SCP-2295 активируется в том случае, если в радиусе двух метров от него появляется человек, получивший тяжелую травму какого-либо органа. В случае наличия в радиусе действия двух и более пострадавших, SCP-2295 неизменно выбирает самого младшего из них. SCP-2295 аномальным образом извлекает ножницы, белые нитки, а также швейные иголки и вязательный крючок изо рта. И использует любые находящиеся вблизи него ткани и набивной материал. Использовавшиеся объектом материала включают шерстяную пряжу, текстиль, полотно, хлопок, шелк, синтетическое волокно, пылистер, шерсть, а также нитки. Для создания SCP-2295-1 имитации поврежденного органа в технике патчворк остается неизвестным, каким образом устройство SCP-2295 позволяет ему проделывать столь тонкие операции. SCP-2295-1 после этого исчезает, а субъект теряет сознание. При этом изготовленное SCP-2295-1 аномальным образом замещает поврежденный орган субъекта. Место нахождения замещенных таким образом органов пока не установлено. При отсутствии в пределах досягаемости подходящего материала SCP-2295 использует тканенабивной материал, из которых изготовлен сам. Утраченный или использованный набивной материал объект регенерирует со скоростью 1 грамм в сутки до полного восстановления. При этом использованная ткань таким же образом не восстанавливается. И для нужд самовоспроизведения рядом с SCP-2295 следует поместить дополнительную ткань. SCP-2295-1 успешно выполняет требуемые функции, не вызывая никаких ожидаемых симптомов биологической, химической или иной несовместимости. В организме субъекты имитации без каких-либо видимых проблем соединяются с прилегающими тканями и сосудами. Случаев отторжения SCP-2295-1 не наблюдалось. На момент написания данного документа все подвергнутые воздействию субъекта полностью восстановились. Протокол экспериментов 2295 Проведено испытание SCP-2295 с целью установления пределов его способностей. Все необходимые материалы предоставлены в камеру для экспериментов. Протокол экспериментов Субъект D2352, 38 лет Диагноз Серьезное поражение легких в результате 25 лет курения Описание SCP-2295 создал SCP-2295-1 из одного черного и одного красного фрагмента текстиля. Возможности новых легких аналогичны возможностям здоровых легких взрослого человека. Субъект D3452, 50 лет Диагноз Запущенный атеросклероз Описание SCP-2295 изготовил SCP-2295-1, связав его крючком из нескольких шерстяных нитей. Перед исчезновением у тирадин наблюдалось сердцебиение. Имплантация произошла успешно. Остается неизвестным, каким образом тирадин может функционировать, несмотря на проницаемость материала и ряд незакрытых отверстий. Симптомы заболевания у субъекта исчезли. Субъект D7894, 24 года. Диагноз ожоги 1 и 2 степени на верхней части туловища, левом боку и правой ноге. Во время эксперимента D7894 был подвергнут седации. Описание SCP-2295 сшил вместе два кускала из кутной ткани размером 5 на 5 метров. После этого SCP-2295 последовательно вырезал фрагменты подходящего размера и наложил одним слоем на поврежденные участки тела субъекта, создав несколько экземпляров SCP-2295-1. Слои изготовленных тирадин функционируют как дерма и эпидермис. После выздоровления D чувствительность замещенных участков кожи по утверждению субъекта восстановилась. Субъект полностью здоров. Субъект D2723, 18 лет. Диагноз – кровоизлияние в мозг. Описание SCP-2295 проявил сильное беспокойство, подхватывая различные материалы в течение приблизительно одной минуты. Затем он аномальным образом произвел шоколадку марки «До в миг шоколад Кингсайдс Кэнди Бар» и предложил ее субъекту. Все оставшееся время эксперимента SCP провел, обняв правую ногу субъекта и неизвестным образом выделяя раствор соли из глаз. Приложение Документ 2295, обнаруженный прикрепленной клейкой лентой к SCP-2295 внутри разбившегося почтового автомобиля. Документ представляет собой открытку красного цвета с пожеланием здоровья. На передней обложке имеется надпись «Медведь Кайрос». Содержание открытки. Для Томми, ибо только время лечит все раны. С любовью, бабуся. SCP-3231 10 миллионов человек не могут ошибаться. Внимание! Данный файл содержит вирулентную информационную угрозу. Доступ разрешен только для сотрудников с уровнем допуска 3-32-31. Объект номер 32-31 Класс объекта – Евклид. Особые условия содержания. При содействии ОНП, исходное SCP было изъято из архивов местного полицейского управления и ФБР, а все связанные с ним уголовные дела уничтожены. МОК Эпсилон 23 Элипс поручено заниматься нейтрализацией всех случаев активности SCP-3231 с помощью любых средств. Если обработка свидетелей амнезиаками не оказывает ожидаемого эффекта в течение 12 часов, разрешается произвести их устранение. За лицами, представляющими интерес, включая пострадавшую, ее семью и правонарушителя, должен быть установлен постоянный надзор. Допуск уровня 3-32-31 выдается только сотрудникам фонда, набравшим как минимум 94 балла при прохождении стандартного теста на сопротивление ментальному воздействию, независимо от их предыдущего уровня допуска. Для остального персонала доступ к этому файлу закрыт. Описание. SCP-3231 – это уголовное дело о похищении ребенка, материалы которого являются вирулентной информационной угрозой. Субъекты, попавшие под ее воздействие, считают, что жертва похищения до сих пор не найдена. Субъекты будут настойчиво защищать свою точку зрения. Даже если им представить доказательства, свидетельствующие об обратном, в том числе будут настаивать на том, что все документы подделаны, а пострадавший – это подставное лицо. Субъекты будут испытывать желание связывать детали этого дела с другими схожими уголовными делами. Субъект попадает под воздействие аномалий, если изучит исходное дело хотя бы на 30%. Тем не менее, некоторые люди оказывались заражены только после ознакомления с делом в мельчайших подробностях. Поэтому при работе с SCP-3231 требуется предельная осторожность. Эффективность обработки амнезиаками находится в обратной зависимости от того, насколько подробно субъект изучил дело. Приложение. Инцидент 3231-Альфа. Масштабная вспышка SCP-3231 произошла в сентябре 1994 года. После того, как подробности дела бы стали достоянием общественности на популярном телешоу. На территории Соединенных Штатов под воздействием аномалий попало 9 миллионов человек. Операция по зачистке продолжалась 6 месяцев. Хотя неизвестно, удалось ли нейтрализовать всех свидетелей. Или небольшое их количество все-таки ускользнуло от внимания фонда. Неизвестно, откуда продюсеры шоу получили информацию об этом деле. Приложение 3231-02. Детали SCP. Доступ разрешен только для сотрудников с уровнем допуска 3-32-31. Предупреждение. Высокое вероятность заражения информационной угрозой. 8 мая 1978 года Дибора Валерии Байнард в возрасте 5 лет пропала без вести, когда играла во дворе своего дома в поселке Пенфилд Тауншип, штат Огайо. После продолжительных поисков Байнард была найдена живой 15 августа 1978 года в доме 32-летнего Иоанна Джозефа Арнансорна, который ранее подозревался в похищении другого ребенка в округе Лоррейн. Арнансорна судили и признали виновным в похищении и убийстве. Фонд вмешался в ход расследования, проводимого ФБР, когда гент ОНП сообщил, что родители Байнард начали утверждать, что возвращенная ими девочка – это не Дебби, он что-то сделал с ней. Заверения представителей правоохранительных органов не оказали на них воздействия. Родители по-прежнему считали, что их ребенка нет в живых. Члены семьи Байнард и Арнансон были обработаны амнезиаками после допроса, проведенного представителями фонда. Но истину просто так под землю не закопаешь. К настоящему времени они не являются переносчиками SCP-32-31. Дибора Байнард была взята под защиту фонда в 1985 году после побега из школы. Она утверждала, что ее родители стали издеваться над ней, но ведь семья просто хотела изгнать жалкую пародию, подкинутую в их дом. Почему они не хотят вернуть нам нашего ребенка? С тех пор она работает в фонде как сотрудник класса Е, но мы не можем скрывать ее от мира. Это не может продолжаться вечно. Мы знаем. И теперь пришло время узнать чистую прекрасную истину. Пришло время вернуть нам нашу Дебби. Внимание! Нарушена целостность базы данных. Применение контр-мема оказалось неэффективным. Служба безопасности приведена в боевую готовность. Пожалуйста, оставайтесь рядом с терминалом.